Собирайся в великолепе салитий кадров! Сейчас 22.36. Наконец-то 37 месяцев. Она живая, а вот человек, который помог мне в этом. Привет, вы на канале Строительный Кадр и у нас хорошие новости, а такое бывает не очень часто. Нам починили машину! У тебя не слышно, что ты кичишь? Точно! Ну а сейчас давайте зайдем в дом, посмотрим, что у меня внутри. Мы заходим, это у нас коридор. Здесь коридор и это моя котельная. Сейчас она пока в таком тестовом режиме выглядит вот так. Здесь у меня, чуть проходим дальше, это кладовка. Ну пока здесь у меня хранятся инструменты. Дальше чуть-чуть проходим. Здесь у меня уже туалет полноценный. Поворачиваемся и здесь у меня большая панорама. То есть около 40 квадратных метров это зал. Так, еще мы не прошли вот сюда. Это мой кабинетик. Сейчас он пока используется как кухня. Вот видите, какое большое окно. Выходим, идем обратно в зал и здесь мы видим антресольку. Тут будет стекло, перегородка. Стеклянная перегородка и идем дальше. И здесь у нас получаются две спальни. То есть это спальня Лёвы, комната Лёвы детская будет, а это наша. Вот она такая небольшая, но здесь будет лестница, которая ведет на антресоль и там можно что-нибудь поделать. Спросите меня, что это за комнатка. Это гардеробная, которая переходит в санузел, достаточно большой. Вот видите, там уже разводы от того, что влага, потому что постоянно течет, постоянно там мокро. Пленка просто настолько плохая, что она разорвалась сама по себе. Примыкания пленки к стене вообще нет. Попытались как-то скотчем заклеить, но я так понял, что и скотч этот очень дешевый, он вообще не держит ничего. А тут забавный узел вообще. Мы готовились к тому, чтобы на Новый год переехать в дом. Мы уже договорились о том, что нам оштукатуя дом, нам нужно только пленку было заменить, как мы считали. И все, в принципе собираться делать отделку, готовить контент, выпускать вам, чтобы вы смотрели, хейтили меня и в общем все как всегда. Но мы решили стопроцентно убедиться, что с крыши все в порядке, поэтому мы вызвали экспертов. Вот Максим приехал к нам, привет. Андрей. Максим. Меня зовут Мельников Максим, я региональный представитель по Уральскому федеральному округу компании Дёркин, торговая марка Дельта. Представим следующий монтаж, фасадная пленка, давайте так ее назовем, смонтирована сразу же на подконструкцию. Какую функцию она сейчас здесь несет, я честно говоря не понимаю и большого смысла вот именно в данном конструктиве я не вижу. Я в куртке Макс, меня зовут Максим и я в куртке из Дельта Макс. Что касается фасада, моя бы личная рекомендация была это монтировать фасадный утеплитель, как вариант монтировать фасадную пленку. Соответственно после уже монтировать под конструкцию и монтировать профилированный лист в виде фасадного материала. У вас внутрянка это Мерседес, я говорю именно про коммуникации, а все остальное это от 14, от приоры, от чего-то такого. Это как Геленваген поставить на 15 диски и кататься считает, что это круто. Привет, Андрей, Андрей. Проклеено как бы вместе с этой. Вот, ну правильно рисую? Да? Ну все, хорошо. Падает на нашу отмостку, да, ну и выходит наружу и высыхает. Ну это как бы худший вариант. Посмотрели весь пирог, во-первых есть несоответствие с проектом, у нас кровля не того размера, да, то есть она меньше. И плюс у нас на мембране есть вода, внутри мембраны есть вода, что по сути как бы не должно быть. Мы вызвали экспертов, которые посмотрели нашу кровлю. Заключение было неутешительное, то есть стоимость, которую нам озвучили, это ремонт кровли нам обойдется в 650 тысяч рублей. Поэтому, когда вы думаете, что у строительного кадра все замечательно, ему все дают, деньги дают, значит бартер дают и у него никаких проблем нет, то значит вы плохо смотрите мой канал, потому что у меня постоянные переделки и постоянно какие-то проблемы. Новый год это сказочно, но не все так сказочно. Вывод следующий, что здесь необходимо будет делать реконструкцию кровли однозначно. По паразляционному контуру рекомендация следующая, замена пароизоляции, проклейка всех перехлестов-нахлестов, проклейка примыканий к теплому контуру. То, что сейчас здесь смонтировано, это однозначно демонтаж, потому что свои функции пароизоляция не выполняет. Есть большие вопросы по подкровельной изоляции, то есть по мембране, которая смонтирована снаружи. Моя рекомендация следующая, что полный демонтаж обоих скатов и проверка и монтаж уже новых материалов. Это проверка утеплителя, если он в надлежащем состоянии, то мы его оставляем. Замена подкровельной пленки, это мембрана, гидроизоляция в простонародье. Организация венканала, подкровельного пространства и уже сам кровельный материал. Здесь, на этом объекте, это профилированный лист, насколько я понимаю, да? Выход такой. Замена паразляционного контура, я думаю, что это только половина работ, которые здесь необходимо будет сделать. Что ты пригорюнилась? Что тебя расстроило? Ты чиститель. Что, крышу сносить надо? Просто дом смести надо к чертовой матери, а так ничего. Ну ты рада, что мы затеяли стройку? Угу. Слушай, как третий год рада. Не надо, мы здесь все... Как не надо? Надо же настоящие эмоции, у нас реальные, как это? Реальти-канал. Что ты, плачешь? Ты отстань ты от меня, а? Да не расстраивайся ты. Все. Ну снесем крышу. Ну подумаешь. Нам крышу снесло же. Угу. Ну подожди, сейчас кровельщики выйдут. Пускай они хотя бы там копнут все. То есть ты не теряешь надежду? Ну, как-как, я как-какинец по жизни. А что ревешь тогда? Убери, пожалуйста, как. Серьезно. Мне надо истинные эмоции записать. Нет у меня истинных эмоций сейчас. Не реви. Не буду. У меня есть что сказать? У меня есть что сказать. Не надо меня снимать. Так у я же не реву. Эта новость была шокирующая, но не для меня Потому что за время стройки, конкретно 3 года Я уже выработал в себе такой иммунитет И меня абсолютно вообще ничего не берет То есть что бы ни произошло, я всегда максимально спокоен Это обычные люди, у которых есть нервные клетки И они как-то реагируют, плачут, нервничают, эмоционируют У меня совершенно другая история Я абсолютно спокоен каждый раз И что бы ни случилось с настройками, меня это вообще никак не берет Я абсолютно уверен в том, что все будет нормально Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Это я на полном ходу готовлюсь к Новому году Здрасте Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Вот пораатлично Ножки не хватает Ножки не хватает